Девушки отдыхают Что есть в салоне этого автомобиля? Что очень удобно, зимой они премерзают в мороз. Тут есть достаточно незвичное, я такого раньше не видел. Андрей говорит, что это не только на этой машине, но я видел впервые. Можно показать, как может открываться багажник? Легко. Раз. Это для картошки. Засыпаем картошку. Засыпаем картошку сюда, закрываем, до дома приезжаем и высыпаем. Яким двигуном укомплектовано цей автомобиль? Данный автомобиль у нас укомплектован двухлитровым мотором в переднеприводном исполнении. Есть же также версии двухлитровым мотором бензиновым в полном приводе. Есть дизельный в полном приводе. Есть дизельный на автомате на механике, бензиновый на автомате на механике. И самая полная версия для данного автомобиля это 2,7 мотора объемом на автомате полноприводный. Двухлитровый, 16-клапанный, но без механизма, который куда-то там клапаны повертаешь. Или с ним? Нет, это мотор без системы впрыска VVTi. Самое, что есть в нем сложное, это два распредвала и все. Здесь нечем ломаться. Это просто надежно, экономно и доступно. Тобто, этот автомобиль не является повноприводным и он не является настоящим позашляховиком, несмотря на внешний взгляд. Да, он действительно не является настоящим внедорожником. Это классический паркетник. Паркетник переднеприводный, паркетники могут быть как повноприводные, так и переднеприводные. Я вам хочу сказать, что настоящий внедорожник – это равный внедорожник. Это не равный автомобиль, но это паркетник. Какой коробкой передач укомплектована сегодняшняя машина? Сегодняшняя машина укомплектована пятисум печально-механическая коробка передач. И в паре и с этим силовым агрегатом, сколько палива на 100 км, это актуально, на сегодня вопрос, он витрачает? Данный автомобиль, двухлитровый, бензиновый, на пятисупечном механике, в переднеприводном исполнении, по городу примерно будет расход порядка 10 литров. Если же здесь будет стоять полный привод, расход сразу увеличится литров на два. А полный привод, он не вимикающийся? Он не отключаемый, здесь стоит так называемая муфта подключения заднего привода. Цих автомобилей достаточно много ездят по городу, и взагалі достаточно много их ездят в нашей стране. И про них говорят, как про надежные авто, которые недорого эксплуатировать, и которые есть хорошая пропозиция и цена-якость. Как вы прокомментируете такую точку зрения? Ну, все правильно люди говорят, и действительно, таких автомобилей очень много у нас в городе, и вообще по Украине. Автомобиль очень хорошо себе зарекомендовал во всех отношениях, комфорт, качество, надежность и экономность. Таких больших мест в данном автомобиле, ну, наверное, даже нет. Есть текущие поломки, которые могут присутствовать в каждом автомобиле. Самый большой, как для меня, недостаток этого автомобиля – это слабая шумоизоляция. Это лично мое мнение, но каждый к этому относится по-разному. А на сколько дорого его эксплуатировать? В эксплуатации, в ремонте автомобиль один из самых дешевых, если сравнивать с разрядом паркетников. Запчасти доступные, наличие есть всегда. Можно покупать как оригинал запчасти, так и лицензию. Ходят запчасти так же хорошо, так как и лицензионные, так и оригинальные. Когда вы седаете в салон цього автомобиля, какие впечатления особо вы чувствуете? Как в любом паркетнике, очень удобно. Я высоко сижу, далеко гляжу. Сегодня это очень актуально, чтобы увидеть все дороги, которые у нас есть. Еще можно сказать про качество материалов, из которых выполнено салон и, возможно, какие-то кузовные детали. Насколько металл гарный? Чи псуется и с часом, чи есть и ржавчина на автомобилях, например, 2005 года в Туксонах? Ну, смотрите, Туксон начал выпускаться с 2005 года, выпускался он примерно, по-моему, по 2012 год. С 2005 года по 2011 год это кузова и шли корейского производства. С 2011 года по 2012 год они уже начали собираться у нас в Черкасах на заводе. Ну, конечно, украинская сборка наставляет желать лучшего и по качеству сборки, и по качеству металла. К сожалению, она так и есть. А вот именно кузова, которые шли уже с Кореи собранные, то они очень хорошо защищены от коррозии. Я за все свое время не видел дырявого Туксова. То есть коррозия была местами, было, да. Но чтобы такого радикального, чтобы просто прогнило, я такого не видел. Сколько ж сьогодні, у травня 2015 года, коштует Hyundai Туксон 2010-го, 2-литровый, с 5-ступеневым механикой? Ну, данный автомобиль у нас 2010 года выпуска, с родным пробегом 40 тысяч и в родном окрасе. Это очень существенно и очень важно для вторичного рынка автомобиля. На нем они ездили? Ну, на нем очень мало ездили. Скажем так, больше времени он стоял в гараже. Ну, это и видно по состоянию автомобиля. Ориентировочная цена данного автомобиля на сегодняшнее время порядка 12 тысяч условных единиц. Если вы собираетесь купить конкретное авто и вам необходима фаховая парада, пишите на электронную адресу, что появилось на вашем экране. И в одной из следующих программ наш эксперт поможет сделать вам правильный выбор. Напомню, что при покупке бэушного автомобиля вам необходимо, в первую очередь, проверить документы данного автомобиля, поехать на СТО, проверить состояние мотора и ходового автомобиля, а также при помощи специального прибора проверить состояние его как красочного покрытия. Это была рубрика Driving, а Weekend Express продолжается далее.